Всем приветик, подожди, всем привет, тут она и я, вот мой Карлос, Карлос, салюта тутти, прямо, с пятого хочу видеть, Карлос вывел своего динозавра на улицу, да, салюта, мне тутти. Салюту тутти, не дементировал, это лобчатка, это лобчатка, карлос, это лобчатка. Карлос ее привязял сегодня, когда солнышко было, она здесь принимала солнечные ванны и забыл за нее. Да, моя горячая, моя горячая, какая ты страшная, какая ты урод. не знаю говорила ну карлоса это укрались этот материну сначала бензин с него слили а потом через неделю украли короче кого смогут опять он работает за домом за домом сидим воздухом дышим вот а я тут короче по компьютера вот мой компьютер короче такой деловой он тут короче с наклейками с русским шрифтом поэтому мне надо проскальзывает буквы мужчина чем я хотелось мне поговорить о девчонке многие из вас задают вопросы в личку пишет и так спрашивают об итальянских мужчинах да какие итальянские мужчины опять же мой опыт моей истории я не могу говорить и вообще этом за все италию потому что сколько людей столько и мнений и естественно самое главное не делите мужчина итальянских там или там на русских и на китайских их не надо делить абсолютно то есть есть женщины есть мужчины и наша разница только лишь в том какой среде мы живем и в какой среде мы воспитываемся то есть наш образ жизни то есть все мы одинаковые нас одинаковые там числе лица там нос глаза руки даже там итальянец у него там четыре уха там еще что-то просто у каждого своя натура в зависимости от того где мы выросли на чем мы воспитанные вот смотрите допустим даже такой но я не буду не буду умничать но тем не менее там мысли вслух мои да вот смотрите к примеру вот если итальянцы смотрят наши фильмы да то есть в наших фильмах что показывает вот допустим там знаменитый там фильм да там допустим какой они там знают что-то мне рассказывал что посмотрел или бриллиантовую руку или операцию и да и там вот вы с вами смею высмеивается непосредственно там алкоголизм высмеивается так самым кто-то украла все в тюрьму там то есть как бы вот это понятие которая как бы по фильмам имеет итальянцы а нас потому что по телевизору им ничего нас не говорят то что также мы когда мы смотрим итальянцы что мы знаем челентану все все у сузана везде амор и и все то есть как бы и везде таки вот карлос тихо и везде вот эти вот надутые женщины да там красивые у них там эти особенно сицилийские да там такие все они в бровях в кудрях черноволосцы жгучий да вот все что мы знаем они что пиццу нам показали что они идят да там и пьют вино все точно так же они нас поэтому это мнение обманчиво потому что поэтому это мнение не перебивают постоянно перебивают постоянно перебивают это моя саша с этим самым драконом ты карлоски запас демо посолонельная граббеки по вере на ура среду говорит что повезет говорится понесет дракона в кровать холодно это самое что я хотел сказать что вот это вот мнение она не обманчиво то есть по каждой национальности как снимая фильм до показывает вот свои прелести своего народа но это я так думаю допустим что я могу сказать о мужчинах что я могу сказать о мужчинах у меня были такие случаи что были хорошие ухажеры были плохие ухажеры они они очень и очень разные опять же все зависит от воспитания и от восприятия типа мира человека который за вами ухаживает вот смотрите например взять от моего до предыдущего мужа вот время уже сколько прошло уже все равно человек не успокаивается то есть у него такая натура кого-то достать он кому-то должен надо есть он кому-то должен получить то есть это его такая натура то есть какие-то значит качество в человеке до самому себе доказать что лишь он сильнее кого-то что он что-то может то есть он сам себе доказать не может он вам это доказывать как бы вы его жертва да но если вы на него не как бы не реагируете как бы он еще больше заводится то есть наоборот даже надо иногда среагировать когда да там ты молодец ты там туда лишь бы такого но успокоилась у меня было допустим снимут ну скажем такой такая трагическая датка мелодрама а вот а допустим на тормоз у меня да просто совершенно другой человек хотя тоже что крякает он тоже там руками на домашек что-то доказывает тебе там но тоже нервничай там тоже такие же там есть проблемы там на работе есть это проблемы в семье там надо зато заплатить того надо пойти забрать его надо пойти накормить все это все нормально так точно так же как у всех поэтому я итальянского мужчина вот я и я его вижу ты же всего таким как какой вот он как вот не знаю ловите меня на мысли ну типа вот как бы он такой как каким его воспитала семья то есть они не могут быть все одинаковые итальянцы они абсолютно не все одинаковые есть добрые внимательные люди есть агрессивные нехорошие это все зависит от той же атмосферы вот я повторяю в которой живет этот человек привет иди вот поэтому это все зависит от мира человека в голове то есть если человек со своим своей головой дружит если у него в голове мир да но если он злится сам на себя за ситуацию в которой он живет весь мир против него тут он сам не может с этим совладать то конечно он будет злой он будет вам нервы трепать и все остальное по поводу там софийка не трогай там и там же же тот самый там нельзя стоять это же пролунга да завтра школа сумас еще школа все не закончилась в субботу две недели пока не откроется столовая они ходят на полдня в школу получатся что-то вот суббота и не добавили две субботы не хотят в школу возвращаясь к тому что по поводу там же не бы там девочки женятся это опять же не там вот итальянцы последнее время прям никто жениться не ходит даже не царь не хочет жениться вообще-то мне хочется ницом хоть он блин я не знаю там китайский мужчина будет но он не женится женится тот кто к этому готов кто любит и кто сам себе уверен хотят и женятся вопрос почему не женимся мы потому что у меня свадьба уже было я уже была в белом платье у меня это уже было на тот момент как бы мне казалось это было шикарно это было самое лучшее моей жизни у карлоса этого не было поэтому он говорит я вот так вот просто свадьбу просто да вот сыграли там закусили выпили ушли год я не хочу я хочу сделать такую свадьбу которую хочу сделать я миллионов у меня нет и как бы пока там у меня не будет какое-то количество денег я них даже я хочу он хочет сделать это вот этот праздник он хочет сделать для себя там для меня я не знаю для своих друзей он он мыслит так мне это как там пишут вот он вам сказал что женщина вас 30 февраля это вас не задевает это обидно да ничего да не берите вы сами себя накручиваете никому ничего не обидно девочки мне главное что у меня дети здорово и что он с работы пришел детям на шеи прыгать что он утром когда я детей школа собирая не просят не меня сделать им бутерброды в школу а его просят говорят карла сделай нам школу бутерброды потому что у тебя вкуснее то есть они его вообще ценят что у него умелые руки что он лучше что у него все лучше то есть у него у них акцент у них нет такого что вы там у них не хватает это мужского внимания там мы с их не папа разошлись у них есть он который нарежет соберет повезет это это все нормально не берите себе в голову вот он сказал он не женится потом пишите это самое не показывайте своему мужа бабы сглазит а пусть глазик пусть глазик кто написал а не показывайте своему мужа уведут девочки пусть уводят знаете сколько мужиков свободных есть я одна в жизни вообще никогда не останусь то есть не то что там я себе цель поставил поставила потому что она так случится она так всегда была я никогда одна не оставалась я из любой ситуации выходила скажем так какой-то какой-то выхода который меня на тот или на данный момент устраивал если он если там его сглазит если кто-то увидел значит это был просто не тот мужчина не мужчины не герой моего романа все . ушел увели все и слава богу что увели сейчас ну к примеру я говорю да там допустим там вот случилось увели слава богу что увели сейчас на этом периоде жизни слава богу что у него хватило вот этого вот этой силы уйти потому что есть куча мужиков которые хотят уйти от своих жен но они же от них не уходят они не уходят они живут только там мы живем потому что дети а потом мы живем потому что то а потом когда дети замуж выходят из мама оказывается прожила всю жизнь с папой только потому что были дети дети ушли сделали свою семью мама в итоге прожила все эти 20 лет несчастлива с потом в итоге папа нашел себе молодую потому что у папы там денежек какое-то количество насобирал а мама получается всю эту жизнь все эти 20 лет пахала на этих детей там умывала там чистила сопли в садик отводила ночами не досыпала потом маму сторонку подвинули нашли себе молодую понимаете и в итоге мама прожила несчастлива мама прожила жизнь мама там я не знаю выплакала у нее там морщин уже там 200 штук собралась зато папе хорошо зачем она такой надо ушел и хорошо что ушел главное чтоб он вовремя ушел вот если он не хочет с вами жить и он ушел так это хорошо чего чего пишет еще вы паникуете вот бабу ведут вы одна остальное что не станусь и 1 уведут не мой герой романа найдем себе другого героя романа все найдем себе лучше ради мужчину может быть того который потом будет вас еще больше ценить нельзя так на этом прям циклиться сидеть бояться там за каждый шаг своего мужа по пусть идет еще неизвестно кому повезет или то что там он от меня уйдет или от того что там я останусь одна понимаете то есть не все жду это что блестит почту почту с проверяем жду письмо письмо вот поэтому не делите не делите вообще итальянский народ на русский там или еще на какой-то мужчина он есть мужчина прежде всего мужика надо любить его надо любить и уважать с ним надо разговаривать а не так что он пришел домой носки в угол поставил вы ему тарелку с котлетой всунули все как день прошу не то что там вы это говорите как день прошло потому что это сказать надо а вам должно быть это интересно то есть я сейчас как бы не ну не всех там людей которые меня смотрят и обращаясь обращаясь к определенному количеству человек которые мне пришло письма они поймут кому потому что письма что они знают кому писать когда писали кому писать вот и как бы вам просто писем прошло несколько как бы как бы видео ответе вам вот отвечаю что типа надо иметь желание с ним разговаривать иметь желание его понять какие у него проблемы я не говорю что я прям такая правильная прямо пришел я примут у него спрашиваю как дела потому что мне хочется узнать когда мне не хочется конечно не спрашиваю но тем не менее как бы все равно мы стараемся разговаривать о чем-то чем-то ну как это соединяющим я на при вообще считаю что если смотреть какую-то я живу и опять же не хочу повторяться итальянский мужчина я вот просто скажу что я вот за живя в италии и мужчины которые там меня окружает а мой там любимый там друзья знакомые я уже повторюсь и неоднократно я уже в одном видео говорила что итальянские опять итальянский что мужики в италии они более организованы они более организованные чем женщина у них нет проблема сварить суп у них нет проблему сварить макароны или сходить царь если ты ему скажешь ходи пожалуйста в садик он пойдет но я сейчас опять же не буду что все сто процентов стали пойдут но большинство из них до нормальных людей, да, встанут и пойдут. Они, конечно, может, не пойдут белье вывешивать. Я ни разу вот за 10 лет в Италии за 11 не видела, чтобы вывешивали белье. Но в садик, в школу я знаю одну женщину, вот она дома сидит, она сидит за компьютером 24 часа в сутки. В Фейсбуке она сидит. В Фейсбуке она сидит дома. Она не хочет никуда идти, с дочкой она не хочет туда. У нее муж сам работает целую неделю, а в субботу-воскресенье он с дочкой на велосипеде, он ее на водный спорт, на туда, на сюда, по всяким аттракционам. Потому что ему, у него есть желание быть с его дочкой. Не хочет жена идти, у них свободные отношения. Не в том плане свободные отношения, в том плане, что не хочешь сидеть дома, я пойду. Хочешь, идем с нами. Все, разговор короткий. Зачем самому себя напрягать? Мне, например, здесь жить нравится. Как бы меня там не ругали, там, вот, а зачем жить в Италии, если все равно у вас зарплаты маленькие. Да не знаю, я не выбирала страну. У меня так получилось, я живу, я себя прекрасно чувствую. Поэтому не заморачивайтесь. И когда говорите, что познакомились с итальянцем, вот что делать, можно ли ехать в Италию, доверять, нельзя сказать, я не могу вам сказать, да, можно доверять ей. Проверяйте, как он вам звонит, что он вам говорит. По телефону это совершенно не то. Надо, конечно, встретиться на нейтральной черте страны, так скажем, мира. Вы к нему, он к вам. Потом уже будет видно человека. А потом эта крылатая фраза. Я у него попросила денег, он мне не дал. Девочки, вы что, вообще тю-тю? Да вообще в Италии никто никому не должен. В Италии мужчина не должен за вас платить в ресторане, он не должен вам стул пододвигать, я не знаю, под стул там. Ну, это я уже так отошла от темы. Но, тем не менее, здесь никто никому ничего не должен. Здесь живет каждый, как ему хочется. Хочет он вам, откроет дверь в машину, он интеллигент. Не хочет, но ее не откроет. Зачем на этом циклиться? Я у него попросила денег, я живу в России, попросила денег, он не дал. А если вот вы к нему приедете в Италию, он вас вводит первый раз в ресторан, и у вас попросит что-нибудь. То, что там, вот там. И вы что скажете? Я приехала, а он у меня сразу попросил. То же самое. Это, ну, я не знаю, вот сейчас опять словами не хочу образоваться, это та же самая проституция. Вот проституция там, дай мне денег, да? А, он мне не дал, так он плохой. То есть, так же он, дай мне, а вы ему, нет. А, она мне не дала, значит, она такая. Что это вообще, что это за обмен какой-то, обмен чем-то? Дай мне это, я тебе дам то. Не напрягайтесь, а перезаймите вы эти деньги лучше, но не просите вы не у знакомого человека денег. Зачем? Кого вы проверяете? Ну, хочет он вам дать, он вам даст. Но в Италии пожилые люди, может быть, да, они к этому приучены, потому что они знают, что типа итальянки с ними молодые не пойдут, и, наверное, как бы мужчины, скажем, там, кому там за 70, за 60, там, они дадут деньги, там, сами предложат, только потому что, как бы расположить вас к себе, я не знаю. Молодой никогда на это не пойдет, у молодых вон куча. Молодой еще, прежде чем выбрать, он еще подумает. Даже здесь, здесь не смотрят, какой ты толстый, худой, ты там, с крашеным волосом, синим, зеленым, какие у тебя губы, там, маленькие или большие. Они выбирают жену, они не выбирают себе модель. Модель, вон, телевизор включили, посмотрели, и все, в рукопашную пошли. Все, а здесь выбирают жену, прежде всего, жену, женщину, с которой ты будешь жить, спать. Я не имею в виду, что спать физически, я имею в виду, что главное, вот, в семье, когда вы спите, и один другого обнимает, не то, что там спать, это прям, вот, чик-чирик и все. Спать, это в том плане, что вы легли, вас обняли, вам приятно, вы утром просыпались от того, что вас обняли. Ну, у каждого свои ценности в жизни. Я тоже к этому поздно пришла, естественно. Естественно, я уже пришла, когда, уже прошло много лет, и когда мне уже было далеко за 30. Ну, ничего, и вы к этому придете. Поэтому, это самое, не переживайте, вы дерзайте. Приезжайте, узнавайте его семью, тем более, в его семье уже будете видеть с него маму, его сестру, его друзей. Тем более, вы же не едите, там, на месяц. На, на неделю, да, там, на две. Ну, и, конечно, давайте ему понять, что я вот еду, мама знает, где я, что я и как. Пусть мама первый раз даже прозвонит, чтобы знали. Оставляй мне свои номера телефона, домашний и мобильный, потому что мама у меня не отпускает вот так вот лететь в никуда. Я хочу маме на всякий случай оставить вот номер телефона. Вот у нас так в семье заведено. Если он нормальный человек, и у него серьезные намерения, он вам станет оставить и домашние телефоны, и и мобильный телефон, и вы просто перед отъездом там вообще прозвоните домашний телефон, есть ли такой телефон, и поднимет ли трубку, и все. То есть вы, вы, вы на этом самом за это не переживайте и не зацикливайтесь. И не делите мужиков на итальянских, русских или на китайских. Все мы люди, мы люди, мы... Ну, Карлос, может, еще гитару хотела сказать. Так, ну все, вот Карлос перестал жужжать, теперь могу поговорить. Побуду там других комментариев, там, оскорбительных, все что-то люди, знаете, как вот, я вам честно скажу, да, конечно, неприятно читать там, и бордовым иногда становишься, но я вам честно говорю, ну вот мне хорошо, мне вот, мне все равно вот классно. От того, что вы написали что-то плохое, то есть, как бы, мою жизнь вы все равно не измените. То есть, это просто вообще нереально, потому что я сам себе все время, потому что у меня или короче, или потому что, все. Потому что я сам себе хозяин своей жизни, и все зависит лично от меня. Поэтому, если вы хотите, как бы, просто-напросто выговориться, там, отюками, там, или каким-то нецезурной броню, там, эти вот, там, угристые, там, мужики-алкоголики, там, иногда там, что-то пишут, я не знаю, там, какие-то там, неудачники, вот, то я вам честно говорю, что мне вас просто, вот, мне вас просто жалко. Не в том плане, что там, я сейчас там специально это говорю, потому что надо сказать, и так все говорят, но мне действительно вас жалко. Слушай, вы просто вот злой человек, вот, на жизнь просто, вот, у вас, наверное, даже в крайне горячей воды не течет. Я вас понимаю, вы от этого злитесь. Поэтому вы идете, вы гадите куда-то. То есть, вы, вы, вы живете в такой атмосфере, которая вас заставляет злиться. Я вас понимаю, поэтому пишите, все равно я комментарий, как бы, удалю, а вы удовлетворитесь. Вы просто, мужчины, вы просто не морально, морально изнасилованы, и все. То есть, как бы, здесь уже вам ничего сказать не могу. Вот. Ну, а теперь девчонкам. Девчонки, извините, откликалась, но надо, надо же было пять копеек ставить. Поэтому, девчонки, кто хочет ехать, едьте, пробуйте себя, знакомьтесь. Поэтому, если вы живете с человеком, который вас оскорбляет, унижает, поверьте, этого вообще, этого не стоит. Тем более, если есть ребенок в семье, ребенок все это видит, он никогда, во-первых, не будет счастлив, живя и взрослея в этой семье. И вы, вы потом сами, потом, когда дети ваши вырастут, женятся и уйдут из семьи, потом сами будете самой несчастной женщиной, потому что вы свои самые лучшие молодые года прожили только для того, чтобы саппортар как-то на русском. Ну, это когда это, ну, когда вы, типа, терпение, когда вы терпите этого человека. Ради терпения, ради чего? Опять повторюсь в одном видео, говорила. Мама меня для чего родила? Чтоб я терпела какого-то обращения удачника. Зачем оно мне надо? Зачем? Оно мне 300 лет надо. Мне тут хорошо, меня здесь неплохо кормят. Поэтому пробуйте и это самое, и не жалейте. То есть вам все равно будет лучше, чем там. Я вам точно это скажу. Потому что здесь можно и жить, и выживать, и если вы не будете там искать себе какой-то миллиардера, потому что, поверьте мне, что богатство, оно не в деньгах. И есть уже там пословица, прежде чем сказать такое, прежде чем сказать, что богатство не в деньгах, сначала заработайте себе такое количество денег, да? Там какая-то пословица была, не помню, кто сказал. Но все равно же богатство не в том, потому что есть такие люди, которые имеют много денег, живут со своими женами, у жен там любовники, у них там ну это несчастная семья, это семья просто, они несчастны. И они не могут уйти друг от друга, потому что они свои миллионы берегут. И может быть у кого-то даже дети больные есть. И они с кучей деньгами не могут этих детей там на ноги поставить, да? Опять же, Америку не открывая, ну вот она, реальная жизнь. Поэтому богатство, оно не заключается там в 100 евро или в 200 евро. Счастье и все вот это вот спокойствие, все это богатство заключается, что вот вы домой, вы домой хотите идти, это уже все. У вас уже есть семья, это ваше богатство. Потому что вы домой идете, а если еще и бежите на свой диван с телевизором, со своим муженьком, посмотреть какой ему там триллер, я не знаю, мелодраму, все это счастье. А зачем они нужны эти там миллиардеры? Не, ну конечно классно, если миллиардер попадется, еще и хороший. Почему к ней нет? Но тем не менее, ищите человека, не ищите бабки. Вместе заработайте, если это молодая семья. Не заработайте, ничего страшного, как-то люди вызывают, зато вместе. Любят, улыбка. Все, не знаю, выговорилась. Я просто на вас сжала руку, махаю, потом прощаюсь. Ладно, все. Девчонки, я с вами прощаюсь. Пока вам все мальчики, которые меня смотрят, не слышно ничего. Как? 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 Ну вот, все. Как. Вот. Продолжение следует...